Всем привет! В этом видеоролике я расскажу про тест производительности. Это не тест производительности всего синолога, а тест производительности жесткого диска. Ну, например, вы все знаете наверняка, кто не знает, знаете, что Windows, Linux, macOS можно любой диск взять и протестирует. То есть протестирует, какая у него скорость чтения, какая у него скорость записи, какие там показатели чтения мелких, запись мелких файлов и так далее. И вот раньше я, допустим, для того чтобы сделать такой тест производительности, доставал диск из нас, или до того как его вставить туда, подключал к компьютеру и запускал тест производительности. Это, например, для Windows Crystal Disk Mark. Но, как оказалось, в Synology тоже такой есть тест. Давайте покажу, где он находится. Открываем основное меню, диспетчер хранения, HDD. У меня, видите, уже он выполняется. И вот, допустим, выбираете любой диск, действие, тест производительности. И вот он у вас тут отображается. И сразу давайте уточню. В официальной справке Synology тест производительности не рекомендуется почему-то делать. Ну, в смысле, как не рекомендуется? Там написано, что это может повредить ваши данные. То есть не делайте этот тест просто потому, что я вот вам его здесь сейчас показал. То есть, но, тем не менее, я этот тест производил. Он у меня ни разу не из-за этого теста никакие-то данные не потерялись. Все четко, все хорошо, все нормально. Но я вас предупредил. Итак, вот мы открыли тест производительности и вот он у вас перед глазами. Естественно, когда вы первый раз его откроете, здесь у вас будет пусто и вам надо будет запустить тест. Есть два типа теста. Расширенный и базовый. Методом научного тыка, так называемого, я выяснил, что базовый тест проводится на тех дисках, которые уже включены в RAID, а расширенный тест на тех дисках, на которых в RAID еще диски не включены. В официальной справке Synology сказано, что расширенный тест, он делает тест на чтение и запись, а базовый только на чтение. Ну, как вы видите, вот я базовый делал, у меня и тест записи тоже показал результаты. То есть, он также проводился, что для меня, если честно, удивительно. И тут, скорее всего, неправильный перевод в справке, потому что читал-то я ее на русском, а написана она была на английском. И, к сожалению, такое часто встречается не только у Synology, а у любого производителя, когда вы читаете документацию не на языке оригинала, бывают неточности перевода, потому что, как правило, переводят гуманитарий, а текст составляет айтишник какой-то, да, поэтому технарь. Поэтому такое бывает. Так вот, базовый тест перед вами и расширенный тоже, можно сказать, перед вами. Здесь же можно вот посмотреть, да, тесты за предыдущие, предыдущие, когда вы делали их в прошлый раз. Допустим, если мы вот выбираем диск, у него есть кнопка выбрать, выбираем и смотрим, когда тест производился до этого, да, вот до этого 11.05, а сегодня я производил тест 18.07, потому что сейчас 18.07. Вот, и вот так можно посмотреть у каждого диска, вот этот вот тест, ой, запустил. Ну ладно, ничего страшного, я все равно хотел запускать. В общем, он запустился, сейчас, наверное, будет в микрофон все шуметь, трещать, потому что диски реально очень такие трещащущие. Вот, ну вот посмотрим, а, тут тоже тест, да, вот три теста, да, я проводил. Причем, смотрите, такой я заметил интересную особенность. Я диск, произвел тест диска, вытащил его, вставил другой, тоже потестировал, позаписывал, удалил, удалил диск, удалил с него том, вставил другой. Я менял, менял, менял диски, а потом вставил какой-то диск, который уже тут у меня когда-то стоял, и он показывает этот самый тест производительности, что вот я его когда-то выполнял на этом диске 12.04. То есть, данные от теста производительности сохраняются на Synology, несмотря на то, что диск уже был извлечен, и вставлен даже другой в это место. То есть, имейте в виду, видимо, как-то по серийникам или еще как-то, он эти тесты сохраняет, и потом может через какое-то время, если вы вставите этот снова диск, показать вам эти результаты. Тут еще что нужно отметить. Synology, опять же, в официальной справке сказано, что если производительность будет отличаться более чем на 5%, то что? То правильно, то выдаст предупреждение. Но вот, смотрите, насчет предупреждения. Вот у меня отличие более чем на 8% и никакого предупреждения нигде я не увидел, только что сам это заметил. Да, но тут надо понимать, что тест производительности, он когда делается, он делается так, как он делается на работе в дисках, в этот момент могло реально что-то еще записываться, какие-то реально данные, да, допустим, делаться backup или еще что-то, какой-то пользователь, надо что-то записывать на нас. Вот, и поэтому тест может действительно быть не совсем не точным. Поэтому производить эти тесты надо в то время, когда минимальная нагрузка на ваш сервер. Ну, обычно это, ну, какой-нибудь ночью или под утро там, да, то есть имейте в виду, что показатели реально могут быть не совсем точными. Так вот, у меня никакого предупреждения не вышло, но я думаю, это связано с тем, что должны все вот эти три результата отличаться, да, на 5% от предыдущих результатов, да, вот это, это же, это получается текущий результат, а это вот предыдущий результат. Вот, так что как-то так. При этом, если мы наведем вот сюда мышку на восклицательный этот знак, мы увидим, ну, ай, на самом деле, инфо, да, не восклицательный знак, мы увидим, что тут справочка такая, что для SSD дисков для кэша выполняется только тест для чтения. И действительно, вот они у меня есть, давайте я сейчас для них прощелкаю. Действительно, выполняется вот такой тест для SSD устройств кэша, только выполняется на чтение, только IOPS, так называемый, и меряется задержка. Никакой пропускной способности на чтение и другие тесты на запись не выполняются. Вот, ну, я думаю, на этом все, я показал вам что да как, можете выполнять эти тесты. Кстати, да, если там действительно есть подозрение какое-то, что с диском что-то не так, то действительно, я рекомендую, вот, вы ставите новый диск, провели расширенный тест, начали его использовать, потом есть какое-то подозрение через год, два, три, четыре, пять, десять лет, что что-то с ним не так. Так, запустили опять тест и посмотрели, упала ли у него производительность. Я, допустим, для себя решил, что примерно раз в год буду запускать этот тест производительности, чтобы для себя иметь понимание, ухудшаются ли мои диски со временем, или, ну, производительность моих дисков со временем, или не ухудшается. Вот так вот. Ну, все, на этом все. Всем спасибо, всем пока, желаю удачи. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА